Добрый день. Сергей Александрович, я могу услышать? Нет. А когда могу, смогу? Не знаю. Она придёт. Вы уже за этот номер не услышите его. А по какому номеру можно перезвонить? Подскажите, пожалуйста. Мы номера не даём. Смысл? Смысл предоставления информации. Вы получается... Опа. Охренеть. Опа. Ещё раз набираем. Это как номера, они не дают. Оперативный дежурный дежурный. Добрый день ещё раз. Оперативный дежурный. Это Александра Евгеньевна Тищенко. Не бросайте, пожалуйста, трубочку. Я просто работаю в... Скажите, как вас зовут, чтобы я могла обращаться по имени и отчеству. Я представился. Мне не хватает. Местеров это фамилия, но я же не буду вас по фамилии называть. Нет, мне хватает этого. Вам хватает, мне не очень. Будьте любезны, представиться. Я же вам представилась. Я мама детей, которая учится в школе 14-11, с которой у вас заключён договор на предоставление охранных услуг. Я хотела бы прояснить некоторые моменты и вопросы задать руководителю. И если вы компетентны на них ответить... Хорошо, ладно, спасибо. Здравствуйте, оперативный дежурный. Это Александра Евгеньевна. Как там с Сергеем Александровичем пообщаться? Скажите, пожалуйста. Ну, номер... Я хотела получить ответы на свои вопросы. Ну, давайте. С вами можно пообщаться, вы уполномоченный, да? А вот скажите, как вас зовут, чтобы мне нормально с вами разговаривать? Владимир. Владимир, Владимир. Как? Владимир. А отчество? Ну, это выходит. Владимир, знаешь, как с Владимиром не говорит. Я не привыкла общаться так. Ну, ничего страшного, Владимир. Можно отчество узнать, Владимир, что за секреты, почему они... Что случилось? Что случилось? Алина. Мистеров. Вас интересуют, должны ваши, ну, должны ваши вопросы... Почему вы за меня решаете, Владимир? Я хочу с вами общаться, так как... Вы мне позвонили, вы диктуете мне мои правила, как разговаривать или что? Я вам говорю, вот, вот, Владимир. Вы спросили, я ответил. Это диктеды делового общения. Называть друг друга по имени не очень. Ну, вас что, не учили представляться, как положено? Вы же обязаны представляться. Владимир, по отчеству. Абератин, беру мистер, Владимир. Ну, подвалили что? Ну, вы мне будете говорить или нет? Я буду говорить, но... Владимир, давайте мы будем в конструктивном русле как-то общаться. Почему вы скрываете? Я вам представилась. Как меня зовут? Владимир. Ну, мы что, в какой-то... В футболе. Почему вы не будете? Вы обязаны представиться. Вы же должны соблюдать закон о частной охранной деятельности. Если вы обязаны представляться, полностью называть свое имя, отчество и фамилию. А как вы тогда охранников учите? Владимир, вы меня слышите? Да. Ну, то есть вы отказываетесь представиться, как положено. Правильно я понимаю? Назвать свое отчество. Вы не представились. Вы не назвали отчество. Зачем вы в эти игры играете? Как в детский сад, правда. Взрослые люди? Ну, как не игры? Я не хочу с вами разговаривать по имени. Я хочу имя отчества называть, как взрослого человека. Владимир. Взрослый человек Владимир. Почему нет? Мальчик Владимир. Мальчик Володя. Очень приятно. Давайте так. Мальчик Володя. Ну, почему вы не хотите назвать отчество? Что за тайна-то такая? Я не хочу называть отчество. Говорите, что хотите. Хочу, не хочу. Ну, тогда хочу, не хочу ты дома только, может быть, понимаете? Это с женой, может быть, только хочу, не хочу. А здесь вы на рабочем месте обязаны представляться, как положено. Ну, это давайте вы не будете мне указывать. Нет, давайте я буду указывать, потому что я гражданин, и я имею право вам указывать на ваше нарушение. Вы сейчас нарушаете мое право, я хочу узнать ваше отчество. Вы обязаны представиться. Вы мне позвонили, диктуете условия, как с вами разговаривать? Потому что вы на рабочем месте. Я, нет, я требую вас представиться, как положено, Владимир. На каком основании вы требуете? Ну, то есть вы хотите, чтобы я в Росгвардию написала заявление о том, что вы мне предоставляете информацию, чтобы вас лишили лицензии? Пишите, пишите. Ну, напишу. Я уже зафиксировала, если вы мне сейчас не назовете отчество. Это нарушение. Хорошо, я, я Владимир. Ну, отчество назовите. У вас есть отчество? Вы гражданин иностранного государства? Вы что, гражданин Латвии, там нету отчеств? Какой страны вы гражданин? Я тогда сомневаюсь, что вы россиянин вообще. Как вы можете оказывать... Может быть, дети наши захвачены какой-то... Я буду, я буду задавать вопросы. Первый вопрос. Ваше отчество. Представьтесь, как положено. Я не буду отвечать. Владимир. Отказ в предоставлении информации. Отказ в предоставлении информации. Я фиксирую. 140-я статья Уголовного кодекса. Хорошо, это будет в лицензионный отдел Росгвардии сообщено. Поехали дальше. Первое нарушение. Значит, второй вопрос. Кто у нас на объекте в школе 14-11 корпус 6 является начальником охраны объекта? Вы почему такие вопросы задаете? Я вас не понимаю. Потому что я мать, я имею право это знать. А этой информации нигде нет. Хотя она должна быть по закону, по ГОСТу, который установлен в нашем государстве. Почему у вас все должно быть? А почему у вас не должно быть? Интересно. Вы не можете понять, что мы подрядная организация. Ну правильно, вы подрядная организация, но вы обязаны соблюдать стандарты ГОСТ. Вот в подрядной организации все вопросы задаются. Кому? Правильно. Кто их нанял? А кто нас нанял? Школа. Подождите, подождите, подождите. Вы обязаны провести... На фундочку? Да. Да. Подождите, подождите, подождите. Это надо руководителю звонить, жалобу оставить на вот эту. Да нет, надо Росгвардию звонить. Росгвардию, но Росгвардию сейчас. Есть такой книг туда вызывать. Почему? Сейчас позвонить. А они сейчас лицензионный отдел не работают. Да? Да. А если позвонить ГОУ? Ну, что-то вы имеете в виду. Отказ в предоставлении информации. Мальчик Володин. Да, Владимир. Владимир. Неизвестный по отчеству. Отказавшийся представиться. Что случилось? Объясни. Я хотела узнать, начальник, кто у нас по объекту. Начальник охраны объекта. Специалист среднего звена. А? Я не говорю такую информацию. Что случилось? Не, скажи. Да много чего у нас случилось, Владимир. У нас ЧП за ЧП. И до сих пор ничего не изменилось. Давайте я вам расскажу, что случилось. Вы мне скажите. Я не знаю, почему вы начали вот на такой негативной основе. Вы мне скажите. Я на негативной. Вы мне не предоставляете информацию. Не называете, как вас зовут. А я на негативной. Я нормально с вами разговариваю. Я хочу просто с вами как с человеком разговаривать. А не как с гражданином иностранного государства. Но вы не предоставляете мне такой возможности. Вот смотрите. У нас установлен стандарт. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 58485 от 2019 года. По обеспечению безопасности образовательных организаций. На оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. У нас на объекте в школе должен находиться начальник охраны объекта. Специалист среднего звена охранной организации, за которым закрепляется зона профессиональной ответственности в виде одного либо нескольких охраняемых объектов. Расстановку работников. Решение всех вопросов взаимодействия охранной организации с администрацией образовательной организацией и правоохранительными органами. То есть вот нам нужен, наверное, этот начальник, чтобы с ним решить все вопросы на местах. Потому что у нас на месте, на посту охраны, до сих пор нет положения об организации внутри объектового пропускного режимов. нет инструкции. Положение все есть. Почему? У охраны есть все. У охраны есть? У охраны все есть. И положение, и приложение, и все положено. Приложение. Ну я не видела, что там у него за положение. Потому что вам не будут предоставлять такую информацию. В какой-то статке охранник вам должен предоставлять информацию. Я не могу. Вы же должны требовать исполнения. Выполняющие обязанности охранников образовательной организации в соответствии с этим ГОСТом, работников по обеспечению охраны образовательных организаций и выполняющие охранные функции на объектах образования, а также начальники охраны таких объектов или участники, должны иметь документ, подтверждающий прохождение дополнительной подготовки или свидетельство о квалификации, соответствующие требованиям профессиональных стандартов в сфере обеспечения безопасности образовательных организаций. Вот у вас есть, у наших охранников, у руководителя, у начальника охраны, то есть начальника объекта, есть соответствующие документы о прохождении дополнительной квалификации. Что он называется? Как? Удостоверение частного охранника. Ну это просто удостоверение частного охранника. Тут еще необходимо иметь документ, подтверждающий прохождение дополнительной подготовки или свидетельство о квалификации, соответствующие требованиям профессиональных стандартов. Это называется периодическая проверка, когда люди, охранники каждый год ездят и проходят ее. А куда они ездят? А куда? В учебное учреждение специальное. А когда наши охранники? А наши охранники когда проходили, можно уточнить эту квалификацию? Мы информацию не выдаем. Ну то есть получается каждый год, раз в год, каждый. Каждый год охранник ездит, да, каждый год. Даже не каждый год, а получается за месяц. Вот допустим он проходил в марте, ему нужно будет в следующем году в феврале проходить. В феврале прошел, ему нужно в следующем году будет в январе проходить. Ну это он в лицензионном отделе проходит подготовку частного охранника. Правильно я понимаю? Это он продлевает просто лицензию по частному охраннику, а именно по образовательной организации. Ну, там все проходит он. В Росгвардии он все проходит? В Росгвардии? В Росгвардии. В Росгвардии? Нет, в Росгвардии проходится каждый пять лет. Так. Проверка, проверка на знания, что он знает охранник проходится каждый год. Ну на какие знания? По охране общеобразовательных учреждений или просто по частной охранной деятельности? Вот что именно? Нас интересует... Смотрите, Владимир Безотчество. Нас интересует квалификация на соответствующие требования профессиональных стандартов в сфере образования, безопасности образовательных организаций. Это пункт 4.3 статьи 4 данного ГОСТа, на который я ссылаюсь. Не можете, да, никакие дать комментарии по этому поводу? А не могу понять, что вы хотите. Ну, узнать, повышение проходил охранник по данной квалификации для работы на общеобразовательных... В школах, в школах. А? Ну, в школах, в садах, у нас охранники все проходят. Ой, я не поняла, если честно, что значит все. Вот именно эту квалификацию, понимаете, меня только она интересует. Может, тут требует. Угу. А как это можете подтвердить, Владимир? А вам никак подтверждать не буду. Ну, я уже поняла, что вы только руководствуетесь хочу и буду, не буду. У меня на один вопрос, я так понимаю, он Владимир не ответит. Так, хорошо. А вы просто, получается, дежурный, да? Да, да, все верно. Дежурный. Угу. Дальше, значит, следующего. Здесь непонятно, да, проходили квалификацию или нет ваши охранники данную для работы в образовательных учреждениях. А у нас недавно охранник стоял за забором. Причем ограничивал доступ родителям для прохода на терри... Приказа 28 марта 2024 года. Охранник обязан находиться возле выходной колески. А чей приказ, Владимир? Спортамент образования города Москвы. А я... 28 марта 2024 года. А номер какой? Владимир, номер не подскажете? В школе. А если он в школе? В школе есть. А в школе этот приказ есть? В школах есть, все есть. Я вам же говорю. Вы мне сейчас звоните, мне предъявляйте, не знаю, за охрану. Вы хотите что-то звонить, это... Придите в школу, идите с директором, обратите документы. Вы позвоните в оперативную... Подождите. Нет, подождите. У вас должно быть положение, которое подписано... Я почему хотела Сергеем Александровичем? Я вам информацию такую не могу, не буду давать. Не могу, не буду. Ну, вы не можете, скорее всего. Хорошо. Значит, следующий вопрос тогда. Может быть... Вы хотите всю информацию получить, звоните директору школы. Мы подрядная организация, мы выполняем их поручения. Что они скажут, то мы и делаем. Нет, 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 нет. На вас возложена ответственность. Вот смотрите, вы обязаны провести... Нам нужна ответственность, наложили на нас ответственность директора школ, образовательных учреждений, колледжев. Где вопросы идут с ним. На вас возложена ответственность по обеспечению? Да, ответственность. У меня ответственность за моих охранников идет. Ну, правильно. А что они должны делать? Вы инструкцию же... Нет, просто они мне дают информацию. Я ей владею. Владимир... Что такое? Какую информацию кто дает? Я не поняла, если честно. Я охранник, я охранник. Вы позвонили в оперативную службу. Я вам еще раз повторяю. Вы хотите взять всю информацию, берите всю информацию. Кто нужен? У директоров, у заместителей, не у меня. Не у начальников охраны. И уж тем более не у охраны. Информацию вам никто никакую не даст. Вот смотрите. Я могу дать приказ, последний приказ, максимум. Это то, что вот возле калитки охранник должен стоять. Он не прописан, ни внутри калитки, ни за калиткой, ни на территории. Возле калитки. Вот вся информация. Возле калитки. А где это написано? Ну, это же не касается родителей, понимаете? Потому что в департамент образования мы уже... Мы уже звонили в департамент... Посторонние, но родители... Некого не пропускают. Правильно. Посторонние, согласны, но родители... Некого не пропускают, кроме детей. Департамент образования все это распорядил. Почитайте, пожалуйста, приказ от 28 марта 2024 года. Номер подскажите, пожалуйста, Владимир. Может, вспомните? Номер 145-24. От 28 марта 2024 года. 145-24? 145-24. Вот сейчас прям читаю его. А можете прочитать вслух все, что-то? Я вам не могу читать. Вот мне делать нечего. Зачем мне вам... Владимир, прикажите посторонние, да? Вы мне как-то позвонили, как-то номер нашли. Интернет. 145-24. 145-24. А родители... Просто нам департамент образования говорит, что на родителей не распространяется данный приказ. Это приказ... Я не знаю, что вам там департамент образования. Владимир, а там написано, что родителям... Прости, пожалуйста, что родителям нельзя, и посторонним. Мы подрядчики, запомните, пожалуйста, это подрядная организация. Если сказал нам директор не запускать на территорию, охранник не будет никого запугать на территорию. Все вопросы идут к директору. Чему вы этого не поймете? Я вот... А скажите... Да, там написано... Понимаете? Там написано в приказе именно посторонники... Я вам объясняю, пожалуйста, послушайте меня. Почему вы мне этот вопрос задаете? Ну, чтобы получить... Понимаете? Вот не будет этого приказа. А мне директор скажет, не пропускать никого на территорию, кроме детей, я буду это делать. Потому что я подрядчик, я выполняю его поручения. Я подряд... Они заказывают... Офарану объезда. Вы это можете понять или нет? Вы мне сейчас звоните в 10 часов вечера, в пол-одиннадцатого. Поближе. Ну, вы... Звоните и пытаетесь как-то читать мою фамилию, узнать, зачем вам моя фамилия? Для чего? Фамилия... Вы знаете, безопасность о ребенке позаботиться? Для моей фамилии. Зачем вы мне звоните? Фамилия – это ответственность, понимаете? А у вас прописано, в должностной инструкции прописано, что охранник, обязанности, пункт 3, обязанности охранника, обязан соблюдать конституционные права и свободу человека, и гражданина, права и законы и интересы. И департамент нам говорит, что они в этом приказе... Пройдите в понедельник Северный Бурвальный бульвар, дом 1. Да подождите, это... Там директор, там директор сидит, и все вопросы задайте ему, директору. Ну, мы уже задали, я же вам объясняю, Владимир, мы задали департаменту образования. Директор никакой информации не предоставляет. Они запросы делают, не вы. Не бабушка, не дедушка. А они будут делать запрос, который придет к нам. Слушайте, это получается 145 приказ, я его не нахожу. Департамент культурного... Извините, извините, это не мои проблемы. Ну, значит... Нет, а его нету. 145-24, правильно? У меня есть распоряжение, 145 приказ, 24, от 28 марта до 24 года. Ну, нам департамент сказал, что он не распространяется на родителей. Ко мне, ко мне какие вопросы? А охранник ограничивает нас и ссылается на приказ департамента, понимаете? Он объясняет, подряд на организацию, он выполняет услугу... Правильно, но выше, это же не значит, что вы должны нарушать наши конституционные права родителей, потому что... Вы к директору подойдите, скажите, почему нас охранник не пропускает? Вы к директору это подойдите, так... Так почему, подчиненный? Да, охранник, охранник. Почему ты родителей не пропускаешь? А он сказал, что мне директор так сказал. Так, так положение же не написано это. Охранник, в первую очередь, должен соблюдать и требовать соблюдения с посетителей положения об организации внутриобъектового пропускного режима. Вы вообще меня не слышите, да, девушка? Вы не понимаете меня. Вы сейчас там... Вы сейчас говорите страшную вещь, понимаете, что... Подождите. Ну подождите. Вы сейчас страшную вещь нам говорите. Без комментариев. Ужалобно. Это вообще жесть.